В этот день в храмах служат торжественные литургии. Прихожане приносят для освящения плоды нового урожая. Согласно традиции, только после этого их можно употреблять в пищу. Кроме того, существует народная примета, что именно после яблочного спаса ночи становится холоднее и наступает пора подготовки к осени. Я просто целый не ем яблоки до яблочного спаса. У меня такая традиция – не ем яблоки. А сегодня я уже попробовала яблочко с утра. Урожай и православная вера. Яблочки мы любим. Здесь, но они у нас не очень-то растут. А в прошлом году очень урожай хороший был. В этом году сливы много. Сегодня яблочный спас. В этот день созревают яблоки, их собирают, делают из них пирог, компот, всякие соленья и просто едят их. Вместе с большим праздником сегодня Рязанское садоводческое товарищество «Травень» отмечает 25-летний юбилей. За годы своего существования садоводы переживали разные периоды, в том числе и упадок. Но, как говорится, терпение и труд – всё перетрут. И уже сегодня любители дачного отдыха живут на даче всё лето и гордятся собранным урожаем. Вообще это традиция. Но сегодня у нас просто совпало с юбилеем, 25-летием садоводческого товарищества. У нас ещё будет это мероприятие проходить в субботу. Но сегодня, так как яблочный спас, мы ещё приурочили к этому. В 2006 году мы организовались сами и создали правление, создали рабочую группу, начали заниматься строительством линии электропередач, затем водопровод, после этого уже газ. То есть в нашем садоводческом товариществе уже всё это есть. Теперь люди строятся, начали строиться, начали, так сказать, проживать здесь и организовываться. То есть всё это зависит от нас, от самих садоводов. Будущее садоводства – это садово-дачные поселения со всеми вытекающими последствиями коммунальные услуги и всё остальное. На глазах меняется, меня девается, древняя, но юная реза.